В ближайшие несколько ночей жители Казани станут свидетелями прохождения метеорного потока Персииды. Его можно наблюдать каждый год примерно в одно и то же время. Однако в этот раз все по-особенному. Пик звездопада пришелся на полнолуние. Это значит, что наилучшее время для наблюдения за Персидами – предрассветные часы, когда Луна скрывается с небосвода. Вообще считается, что Персиды – это некий след, оставленный хвостом кометы Свифта Таттла. Это комета, она имеет период обращения вокруг Солнца 135 лет. Последний раз, когда она близко была к нашей планете, это был 1992 год. Впервые Персиды были упомянуты в китайской летописи. Запись датируется 36-м годом нашей эры. Это первый метеорный поток, который связали с определенной кометой. На протяжении столетий Персиды имели особое значение для жителей нашей планеты. Многие придавали им мистический смысл. Однако, если обратиться к науке, появление звездопада объяснить легко. Каждый метеорный поток имеет строгую орбиту. Именно поэтому звездопады наблюдаются в конкретные временные промежутки года, когда Земля проходит через точку пересечения собственной орбиты со шлейфом пылевых частиц от кометы. В данном случае кометы Свифта Таттла. Когда она была именно близко, то есть хвост проходил прямо недалеко, то у нас был очень сильный поток метеоров. В час выпадало 400-500 вот этих светящихся следов. Ну, сегодня мы с вами можем наблюдать только где-то до 100. Эксперты отмечают, что наблюдать за звездопадом лучше всего вдали от больших городов. Лучше выбрать место, где меньше всего окружающего света. К примеру, берега водоемов или дача. Самый пик метеорного потока придется на предрассветные часы. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.